Тема данной видеолекции – проектирование радиационных баз данных. Проектирование баз данных – это фундаментальная задача, и от того, насколько правильно это сделано, зависит успешность функционирования информационной системы. Итак, проектирование баз данных – это процесс создания схемы базы данных и определения необходимых ограничений целостности. При этом основными задачами являются 1. Обеспечение хранения в базе данных всей необходимой информации, то есть в нашей предметной области должны быть выделены все необходимые сущности и их атрибуты. 2. Обеспечение возможности получения данных по всем необходимым запросам, что включает в себя правильную организацию связей между сущностями. 3. Сокращение избыточности и дублирование данных – это распространенная проблема, когда в столбце данные дублируются, и при проектировании баз данных одна из основных целей – это минимизация такого дублирования. 4. Обеспечение целостности базы данных. Значит, что при добавлении, модификации, удалении данных не должно возникать противоречий в базе данных. Вначале повторим и введем некоторые новые термины. При создании информационной модели предметной области мы использовали такие термины, как сущность, атрибут сущности и экземпляр сущности. На этапе физической реализации мы использовали термины, такие как таблица, которые реализуют сущность, поле – это столбец, который реализует атрибут сущности, ну а экземпляр сущности, то есть набор значений, атрибутов, мы называли запись. При проектировании использовались некоторые другие термины, которые ввел Эдгар Котт в 70-е годы в своем труде, реализационная модель данных для больших разделяемых банков данных. И на этапе создания математической модели используются такие термины, как отношение, которое близко к понятию таблица, но не совсем таблица. Чуть позже мы рассмотрим, в чем же отличие отношений от просто таблицы. Также атрибут, он совпадает с термином информационной модели. А набор значений атрибутов называют картеж. Итак, при построении теоретической модели баз данных используются обычно вот такие термины. Итак, представим себе, что у нас есть вот такая таблица. Здесь у нас код студента, фамилия, имя, отчество, дата рождения, группа и балл за ЕГЭ. Итак, атрибуты — это заголовки столбцов, поля. Дальше, картеж — это одна запись, то есть набор значений атрибутов. Ну а все это вместе называют отношения. Правда, не совсем эта таблица, и на следующем слайде мы более точно определим, что же такое отношения. Схема отношения — это список имен атрибутов. Так, сущность студент, атрибуты и список имен атрибутов называются схемой отношений. Кроме того, важный термин, который используется при проектировании баз данных — это домены. Домены — домены, возможное значение атрибутов. То есть, в частности, для, например, кода, домен 1 — это целые числа, то есть номерик, например, 4.0. Для второй колонки, домен 2, это фамилии. Это какие-то фамилии, например, Иванова, Галеева и прочее. Это тип varchar 30. То есть, фактически, домен — это тип данных. Ну и на этом слайде давайте введем более точное определение понятия отношения. Для этого нужно разобрать такое понятие, как Декартовое произведение множества. Пусть имеется два множества, состоящие из двух элементов, для простоты множество m из двух элементов x1 и x2, множество n из элементов a1 и a2. И тогда Декартовое произведение это будут всевозможные пары из m и n. x1, a1, x1, a2, x2, a1, x2, a2. Кроме того, элементами множества m и n могут быть не одиночные элементы, а кортежи. То есть, например, вот так. m состоит из двух кортежей x1, y1, x2, y2. n также состоит из двух кортежей. Первый a1, b1, второй a2, b2. И тогда Декартовое произведение будет всевозможные пары кортежей. Ну тоже здесь было по два элемента, здесь по два кортежа. В итоге получается по четыре кортежа. Так вот, отношение, если точно определять, что такое отношение, это множество кортежей, являющиеся под множеством Декартового произведения фиксированного числа домена. И это как бы ключевое отличие понятия отношений от слова таблица. Потому что таблица может быть произвольной, а отношение определяется на доменах, то есть на типах данных.